26 ноября во всех регионах нашей страны и за рубежом состоялся и географический диктант. Масштабная общеобразовательная акция, инициатором которой является Владимир Путин, проводится русским географическим обществом уже в третий раз. Более подробно в следующем сюжете. Географический диктант не обошел стороной и Амурский район. Одной из площадок места проведения стал Дом молодежи. Около 15 человек разного возраста приняли участие. Диктант анонимный, так что за неправильные ответы никому краснить не пришлось. Порадовало то, что было достаточное количество участников, то есть люди заинтересованы в том, чтобы проверить свои географические знания. Включает в себя диктант 30 тестовых заданий, разделенных на три блока. Первый состоит из вопросов на знание географических понятий и терминов. Второй направлен на проверку умений работать с картой. И третий на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений. Как свидетельствуют отзывы участников акции прошлых лет, им особенно нравится последний блок вопросов, который побуждает читать новые книги и с интересом смотреть на карты. Высшая оценка, которую можно получить за диктант, это 100 баллов. Ниша – 0. Узнать, отличник вы хорошист или троечник, можно без ряда для собственной репутации, так как тестирование полностью анонимное, а получить свой результат можно по уникальному номеру, который присваивается каждому участнику. Понравилось, конечно, я уже принимала участие в историческом диктанте, вопрос отвечали, но тоже я неплохо, я вообще неплохо там ответила. Географический диктант проводится с 2015 года. В 2015 году в акции приняло участие 71 929 человек, в 2016 году – 187 187 человек. Средний балл, набранный участниками предыдущего диктанта, равен 52 баллам из 100 возможных. Выражаясь школьной терминологией, это троечка. Причем лучший результат показали участники в возрасте от 54 лет. Это те, кто изучал географию в школе в 60-70-х годах прошлого века. А наиболее низкий, средний балл получила возрастная группа от 11 до 18 лет. Они обучались географии в 2000-2010 годах.